МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дневника заслуженного художника России Геннадия Райшева. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 7 лет. Но это страшное время навсегда запечатлелось в его памяти. Догазательство тому – работы маэстро. Свою первую картину на военную тему Геннадий Степанович написал в 70-е годы и после периодически пополнял коллекцию подобными произведениями. Теперь и у посетителей галереи Мастерской художника есть возможность прикоснуться к воспоминаниям автора. На выставке «Война издалека» зрители знакомят с живописными работами маэстро. Самое большое полотно – пароход Пономарев, 91-го года. По воспоминаниям Геннадия Райшева. Пароход, увозящий людей на войну. Из нашего селения увозили на промысловом катере, который для меня, ребенка, запомнился огромным. Когда-то Геннадий Райшев хотел стать композитором, но в то время в родной деревне художника не было возможности развивать музыкальные навыки, и маэстро стал писать музыку по-своему. Многие его работы созданы по песенным мотивам. И вот в этой работе даже ее название, как строчка из песни «На нем погоны золотые» идет «Солдат, вернувшийся с войны». Он идет к героям, его встречает вся деревня. И обратите внимание, в правом нижнем углу, возле березки, стоит очень нежный, лиричный образ девушки, которая все эти годы его ждала. И самое главное счастье – она дождалась его живым. В галерее сохранился дневник Геннадия Райшева, где он писал о своих переживаниях в годы войны. Для удобства посетителей специалист галереи-мастерской Али Владислав Алеев создал работу, где отразил самые яркие воспоминания художника. Была задача просто перенести именно его воспоминания в данной форме. Все это родилось буквально таким вот экспромтом каким-то. Тут и письма, видите, да, и звезды. Все это в одну целую композицию входит. И данное письмо, как бы, и вот это все действие, получается тоже некий такой развернутый контекст всей выставки. В преддверии 9 мая в каждом уголке нашего округа проводятся праздничные мероприятия о памяти тех лет, кто защищал родную землю. И открываются тематические выставки. Война издалека в полной мере погружает в те тяжелые годы, о которых забыть невозможно. Война издалека в полной мере. Война издалека в полной мере.